процедурой, утверждения или оплаты, или переведения переводов. Он просто готов уйти, он не будет долго разбираться. Ну, понятно, что большинство контролирует, кто-то платит, кто-то переводит. Интересно, что какие-то фичи, какие-то фишки, они не вызывают большого интереса. Скажем, вот рабочий стол с настраиваемыми компаниями, он не очень прокатимый. А какие-то персонажи на предложении банка, они очень хорошо отзывались в душе клиента. Они любят, когда обращаются именно к ним, именно для их условий. Это хорошо. И, конечно, было очень интересно слушать, как люди его смущаются, как люди не могут понять, что же здесь происходит. Как они могут провалиться в операции, если говорить о выписке. Что такое какие-то банковские деньги, банковский платеж. Эти высказы были характерны для более старшего возраста. Если бы вы слышали вот эти вот воскусы и, не знаю, видели ли вы растерянство от глазок клиентов, было бы все это более понятно. Куда бежать, кому звонить, кто отреагирует, что с этим совсем делать. Поэтому вывод, хороший интернет-банк должен поддерживаться хорошим пол-центром. Это живой интернет-банк должен быть живым. Онлайн-консультант, или телефон, или пол-центр, но обязательность провождения клиента. То, что мы видим в корпоративном обслуживании, когда каждый юрик имеет эту поддержку. Также и каждый физик хочет иметь поддержку. Ему нельзя это удается, но, тем не менее, это мечта, и это залог того, что физики будут оживлять. Проблемы у нас были с выпиской в банке, но это уже, как бы, видео мелочи. Были в платежах много-много-много-много-много претензий. Мы переводим, это уже мелочи. Подтверждение операции, может, такой еще один момент, подтверждение операции. Это очень был такой щепетильный вопрос для клиентов, потому что у нас есть смсы, у нас есть токены, есть постоянные пароли, есть однажды бумажные пароли. Вы видите, что вот смс, наш любимый флагман, он здесь впереди, все к нему привыкли. И, в принципе, флагманов нужно учитывать. Ну, хорошо. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо. Вопросы есть? Я думаю, что мы в Куларах все пообщаемся. Знаете, я буквально одну минуту ваше время потрачу. Хотел сказать, напомнить тот вопрос, который был в моей презентации. Лично для вас в сегодняшней первой части конференции было или нет, прошу написать в анкете обратной связи. От себя могу сказать, что мне очень запомнилось выступление Райфайзена. Наталья успела не прообщаться. Я понял, что это тоже был язык любви, но такой язык, который не описывается вот в пяти языках, там вроде 50 оттенков. Поэтому огромное вам спасибо. Давайте немножко сейчас отдохнем, переключимся и сможем пообщаться. Спасибо вам.